Экспорт белорусских пиломатериалов в феврале достиг рекордного уровня и превысил 80 тысяч кубометров. Это лучший показатель за десятилетие. За рубеж продается 70% продукции. В списке импортеров 69 стран. Идет поиск новых направлений сбыта. В разработке рынки Китая, Ирана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Они более емкие, чем европейские, но требуют обновления сертификации и ценовой политики. МВД и Минтранс усилили контроль за перевозчиками. За три дня проверок зафиксировано свыше полутысячи нарушений со стороны водителей маршруток, автобусов и такси. Каждый четвертый протокол связан с безопасностью перевозки пассажиров. Пресекаются факты незаконного переоборудования машин. Особое внимание к соблюдению скоростного режима и наличию необходимой документации. С этого года выпускники девятых классов будут сдавать четыре экзамена вместо трех. К белорусскому, русскому и математике добавится история Беларуси. Всего 25 билетов. Каждый содержит два задания – теоретическое и практическое. Для подготовки к ответу учащимся отводится не более 30 минут. Список вопросов уже опубликован на национальном образовательном портале. Белавиа изменила условия провоза спортивного снаряжения. Плата не взимается только за тарифы «Флекс» и «Бизнес». Смарт обойдется в 25 евро. Остальные в два раза дороже. Вес одного комплекта не может превышать 23 килограмма, а габариты в сумме трех измерений должны составлять 210 сантиметров. С марта авиаперевозчик начал выполнять чартерные рейсы в Катар. В Беларуси на четверг объявлен желтый уровень опасности. Пройдет небольшой снег. В отдельных районах мокрый. На некоторых участках дорог возможно гололедится. Ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от нуля до плюс шести. МЧС призывает к осторожности. Погодные условия могут затруднить движение транспорта, увеличить вероятность возникновения аварий и риск травматизма.